МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска новостей ИП Шевченко представляет шоу «Цирк на воде». От 6 до 15 лет за жестокую расправу следователи предъявили обвинение жителю Саратова за убийство, которое подозреваемый скрывал год. Ценные кадры в Саратове стартовали курсы и подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Награды за защиту Родины в регионе начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию победы в Сталинградской битве. Добрый вечер. В прямом эфире программа события Саратов в студии Татьяны Хованова. Жители Саратова обвиняют в убийстве. 35-летний мужчина осознался в преступлении, совершенном еще в прошлом году. Тело убитой им женщины было обнаружено 24 января текущего года в Татищевском районе области. Именно туда предполагаемый убийца вывез труп своей жертвой. Подробности у Натальи Тарасовой. Правой рукой я схватил вот так вот за шею с нажимом, а левой рукой придавил сюда тело и попытался чуть-чуть ее приподнять. Чуть больше месяца назад на месте этого манекена была молодая женщина. Подозреваемый описывает, как убивал. Задушил в своей квартире бельевой веревкой. По его версии, которая пока ничем не опровергается, данная девушка была вызвана им для оказания интим услуг. Ей были оказаны ему эти интимные услуги. После чего она якобы совершила хищение у него крупной денежной суммы. По словам обвиняемого, он заметил пропажу более 70 тысяч рублей, когда вышел из душа. Гостья отрицало. Между ними вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. После совершения убийства, которое было совершено на территории Ленинского района, в его собственной квартире, он с помощью одного из своих родственников вывез тело в статический район. После чего принял меры к сокрытию, а именно закидал тело буреломом, где оно, собственно говоря, с 22 декабря и пролежало до 24 января. Тело обнаружили спустя месяц, когда в полицию обратился родственник обвиняемого. Подельник рассказал о том, как помог скрыть следы преступления. А через некоторое время явку с повинной написал предполагаемый убийца. Вина подтверждается собранными по делу материалами. В настоящее время сбор доказательств продолжается. Он полностью признает свою вину, сотрудничает со следствием. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении его помощника вопрос пока решается. Следствие по этому делу будет продолжено. Наталья Тарасова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов. Равнение на экономику страны. В Саратове стартовали курсы переподготовки специалистов агропромышленного комплекса. Это стало возможным после того, как Аграрный университет выиграл грант. Для прохождения специального обучения выбрали самых перспективных фермеров со всей области. Хорошие результаты помогут аграриям не только построить карьеру на местах, но и пройти стажировку за границей. Подробности в репортаже Людмила Самариной. Современное образование для опытных работников Саратовский аграрный университет выиграл федеральный грант на переподготовку специалистов агропромышленного комплекса. Последние годы из АСФИ привлекли внимание, что мы должны как-то меняться и в плане культур, в плане сортов, в плане совершенствования технологий введения в растеневодство. Вступление в ВТО обязывает нас быть более конкурентоспособными. Около 300 успешных сотрудников сельхозпредприятий со всех районов области будут слушать лекции и стажироваться на производстве. В рамках курсов обучение пройдет по нескольким специальностям. Это агрономия, новые системы возделывания, это юридическая подготовка наших хозяйств, это оформление земли, земельный кадастр, это агрохимическое обследование почв, значит, это защита, система защиты растений, которых уже в последние годы несколько была утрачена, но вот, в общем-то, вредители наши, о которых в прошлом году много говорилось, в том числе и саранчевы, говорят о том, что сегодня без защиты растений не обойтись. Курсы для слушателей полностью бесплатны. Организаторы уверены, занятия принесут не только знания аграриям, но и экономические бонусы региону. Для меня на сегодняшний день интересны новые технологии, которые есть внедрения для повышения урожайности и эффективного использования своих земель в нашей юго-восточной такой непростой зоне. Наибольшего эффекта ожидают от стажировки в Германии. Там рассчитывают почерпнуть знания и опыт зарубежных коллег с прицелом на дальнейшее международное сотрудничество. Людмила Самарина, Шейн Абдулаев, ТВ-центр, Саратов. О проблемах кредитования в области сельского хозяйства говорили на расширенном заседании с участием представителей банка и местных фермеров. В прошлом году при поддержке саратовского филиала Россельхозбанка были прокредитованы четыре крупных инвестиционных проекта, среди которых свинокомплекс «Хвалынский» и «Родные земли». В этом году планируется к реализации еще два. Общей стоимостью около 1 миллиарда рублей. Репортаж Ксении Зубиной. Собрали более 1 миллиона тонн зерна. Это почти половина от общообластных объемов на сегодняшний день в регионе. Около 4,5 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. И все они помогают развитию сельскохозяйственной отрасли региона. Крестьянско-фермерские хозяйства активно участвуют в реализации инвестпроектов. И на сегодняшний день имя осуществляется реализация семи проектов по животноводству. На завершающей стадии находится строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в КФХ Агрос Ртищевского района. Завершена реализация восьми проектов с общим объемом инвестиций около 300 миллионов рублей. Сами фермеры говорят, таких результатов сложно добиваться без поддержки со стороны государства и бизнес-структур. В современных условиях существовать только на свои средства практически невозможно. Поэтому все чаще обращаются за помощью в банки, которые занимаются кредитованием сельхозпредприятий. Если раньше мы имели возможность часть своих средств каких-то получать, была ценовая политика, нормальный урожай был. Но последние четыре года, четыре года вот этих засушливых, они как бы нас повернули лицом к банкам. А банки в свою очередь регулярно идут на встречу фермерам. О том, как сделать систему кредитования еще проще, говорят на специальном расширенном совещании в региональном филиале Россельхозбанка. На встрече не только сельхозтоваропроизводители, но и представители федерального офиса приехали специально, чтобы услышать конструктивные предложения по улучшению работы организации. Я бы не хотела слышать вот такую голословность, большой пакет документов. Это не про что. Я считаю, бухгалтеру Иванова, что вот такой, такой и такой документ не нужен. Он лишний, на него никто внимания не обращает. Это конструктивно. Мы документы эти запишем, посмотрим. И если нет требования Центрального банка, налоговой инспекции, счетной палаты, мы их уберем. Вот мы для этого в командировке и ездим. В этом году банк для того, чтобы помочь фермерам, увеличит кредитный портфель. Кроме того, начнет открывать дополнительные направления в работе. Появится возможность поддерживать новые сельскохозяйственные отрасли. Самое главное – давать возможность развиваться именно малому и среднему бизнесу. Сейчас пришла бумага. Я не знаю, скажут они или нет. Технику старше 10 лет не принимать за лоб. Вот как нам быть? А у малого и среднего бизнеса, вот у этих кооперативов, которые... У них в основном техника старше 10 лет. Вот мы и ищем индивидуальный какой-то подход для того, чтобы и максимально был кредитный портфель, ну, качественный. И селяне, чтобы получали кредиты. Те проблемы, о которых фермеры говорят на совещании, в главном офисе банка обещают рассмотреть. И кредитные организации, и сами аграрии понимают, что сейчас работать без грамотной поддержки очень сложно. Ксения Зубина, Олег Беряков, ТВ, Центр Саратов. Предпринимателей будут защищать на уровне закона. В Госдуме принят в первом чтении проект об ополномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. О необходимости подобных мер на заседании федерального парламента рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам от фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк. Российские исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета во время изучения предпринимательства в стране пришли к неутешительному выводу, что скоро изучать будет нечего. Дело в том, что Россия стабильно занимает одно из последних мест в мире практически во всем параметрам предпринимательской активности. И, к сожалению, заметных улучшений пока не удалось достичь. Так, подавляющее большинство россиян, 93%, не только не относят себя к предпринимателям, но и не рассматривают для себя такой возможности. Из тех, кто планирует заниматься предпринимательской деятельностью, лишь 30% планируют достичь успеха, подытожил депутат. Рассматриваемый законопроект во многом направлен направить в существующее положение вещей, которые в нем есть и слабые места. Так, штрафы, устанавливаемые законопроектом, не напугают чиновников, способствующих, к примеру, рейдерским захватам. А вот за вмешательство в деятельность уполномоченного при президенте Российской Федерации с целью повлиять на его решение штраф составит 1-2 тысячи рублей. Фракция «Справедливая Россия» поддержит данный законопроект. Кроме того, депутаты считают наделись омбудсмены исчерпывающими полномочиями, изначально продекларированными на совещании у президента, когда обсуждался этот вопрос. «Предприниматели – это всегда энтузиасты, и давайте пожелаем оптимизма и успехов в полномоченном по правам и защите предпринимателей в этом нелегком и благородном деле», – заявил Михаил Сердюк. 2 февраля в России будут отмечать 70-ю годовщину разгрома войск немецко-фашистской армии под Сталинградом. Эта битва имела колоссальное политическое и международное значение. Именно благодаря ей наступил перелом во Второй мировой войне. Огромный вклад в победу над Сталинградом внесли жители Саратовской области. Сегодня в региональном правительстве стоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате, где ветеранов наградили грамотами и ценными подарками. Юлия Конькова продолжит тему. Детское восприятие жестокой войны. Все деды и прадеды наши воевали, что мы выжили. Красками отобразили все смыслы Великой Отечественной. Даже сильнее бьют врага чем-то. Дети хорошо изобразили, что бьют немца так, как это надо. Сделав акцент на Сталинградской битве. 70-е годовщина. Немец. Он же бомбил детей, пароходов. Он же не идиот был. Всех бомбил. А наши спасали нас, чтобы мы дали ей до большой земли. Детское творчество провоцирует эмоции у очевидцев. Выскошли все в кустах. Я лег на спину. И смотри, вот этот летит летчик. Стреляет. И заросший, я его запомнил, небритый такой. Будто и не прошли десятки лет. Виктор Харитонов и Григорий Гуревич теперь в статусе героев. Выставка детских рисунков прямо в фойе областного правительства. Пришел губернатор, чтобы лично оценить творчество. Героем кто являются русские солдаты? Победители. Молодец. Спасибо, спасибо тебе за такие рисунки. Награждает лучших, кто интереснее передал дух Сталинграда. Важно, что молодое поколение как раз твоего возраста знают об этом. Из книжек, из литературы, от, наверное, от родственников. Официальное, но трогательное торжественное мероприятие в Большом зале правительства. Здесь уже награждают самих участников Сталинградской битвы. Трупы одни и со стороны немцев и наших. И вспоминают погибших. Сталинград пытались пережить около 160 тысяч саратовцев. Каждый третий отдал жизнь во имя победы. Страшно. Наших самолетов мало было. А немцы нас преследовали по пятам. Приспосабливайся. Мы считали, что независимо от этого возраста мы должны быть полезны родиной. А иначе я же комсомолец. Сейчас в Саратовской области проживают чуть больше 200 участников сражения. Власти пытаются уделять внимание каждому, чтобы сохранить живой память о переломном моменте войны. Юлия Конькова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. Между тем, ветераны Великой Отечественной, участники Сталинградской битвы, получили поздравления от президента Владимира Путина. Сотрудники Почты России разносили открытки с пожеланиями лично каждому участнику тех трагических событий. Одно из первых поздравлений получила Зинаида Ивановна Федорова. Наш корреспондент Влад Черняева побывала у ветерана в гостях. Этот конверт для особенного человека. Поздравление президента Владимира Путина ветерану Сталинградской битвы. В районе Соколовой горы он остался всего один. На почте это важное письмо лежит на самом видном месте. Через несколько минут Почтальон доставит его лично героическому адресату. Здравствуйте, это Почта, я к вам. Здравствуйте, открываем. Это Почта. Уважаемая Зинаида Ивановна, примите сердечное поздравление со знаменателем юбилея. С 70 лет, 70 лет, гадкой битвы. Зинаида Ивановна не сдерживает слез. В них и гордость за победу, и горечь за те страдания, которые когда-то принесла страшная война. Я сегодня почти всю ночь не спала, все вспоминала. Жили в землянках, спали прямо в землянках. В войну она работала секретарем в прокуратуре. Параллельно успевала готовить для большого коллектива. Правда, продуктов было мало, и их выбор был скуден. Когда бы мы попробовали картошку сушеную, оказывается, в мирное время, еще до войны, на севере, картошку чистили, сушили ее. И потом, во время войны, нам ее на фронте раздавали. На столе книга, посвященная Сталинградской битве. На ее страницах упомянута ее 304-я стрелковая дивизия. Этой реликвией она гордится. Нашла ее здесь, и вот и читает. Хорошая книжка. Нашей молодежи кое-что отсюда взяться. Работники почты с неподдельным уважением поздравляют ветерана. Еще несколько лет назад работы для них было больше. Но время идет, и герои войны становятся историей, которую забывать новые поколения не имеют права. Она у нас вот здесь, в нашем районе, она у нас одна единственная. И вот даже в том году их было намного больше. Но года, как говорится, берут свое, и люди уходят. Очень жаль, потому что с ними уходят те воспоминания, все самое светлое, которое они должны передавать нашим поколениям. В течение нескольких дней поздравления получат все ветераны страны. В Саратовской области их осталось чуть более 200. Не стоит забывать, что все они нуждаются во внимании и заботе. И чем больше будет добрых эмоций, тем дольше продлится история их жизни. Влада Черняева, Александр Пиченко, ТВ-центр, Саратов. В Красноармейске появится музей боевой и трудовой славы. Первый экспонат разместили в одном из помещений бывшей школы номер один. Сейчас идет начальный период становления музея. Жители города и района, узнавшие об организации нового проекта, приносят различные исторические вещи, фотографии, альбомы прошлых лет. Так, группа ветеранов швейной фабрики номер 9 пронесла ценный раритет, альбом с фотографиями об истории этого предприятия и его работников, начиная с 1931 года. В настоящее время ведутся переговоры с руководителями на недействующих предприятиях с просьбами об изготовлении стендов, где будет отражена вся история трудовых коллективов. Эти стенды намерены разместить в экспозиции музея. Главный координатор этого патриотического проекта, член партии «Справедливая Россия», писатель-краевед Василий Васильевич Подставин. Решение о выделении помещения приняла администрация Красноармейского муниципального района, поддержав подобную инициативу. Как сообщил председатель Совета местного отделения партии Олег Черендовой, в новом музее уже имеется несколько стендов боевой славы, один из которых посвящен дважды Герою Советского Союза прославленному летчику-земляку Николаю Михайловичу Скомарохову. И на этом пока все. Все более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv. А с вами мы увидимся менее чем через полчаса. Не переключайтесь.